Сквозь лай собак отчётливо слышен рёв проснувшегося хозяина тайги. Группа охотников окружает берлогу. Точными выстрелами в упор губернатор Сергей Левченко не оставляет шансов хищнику. Добыча медведя на берлоге исконно русский и один из самых древних видов охоты. Но вот уже 7 лет в России он полностью под запретом. Охота, жертвами которой ежегодно становились тысячи особей бурого медведя, фактически была убийством беззащитных животных. Ещё в сентябре, когда появились первые кадры этой охоты, представители губернатора объясняли, что добыча косолапого велась в конце осени 2016 года по лицензии. Арендаторы угодий, что медведь беспокоил местных жителей. Медведь может быть шатуном по причине. Недостаточно набрал жиру, болен какими-то гельминтами, он не ложится в берлогу. В этом случае так и оказалось. Медведь не лежал в берлоге. Однако автор резонансного видео утверждает, что всё было иначе. Более того, по его данным, охота происходила зимой, хотя разрешена она только с 1 августа по 30 ноября. Сергей Левченко приехал на охоту уже 5 января 2017 года. В тот день и был убит якобы медведь-шатун. Конечно же, это наглая ложь. На самом деле медведь спал крепким сном. Жирный, ну и так крупный. Столь крупным, да ещё и в берлоге, настаивают специалисты, шатун быть не может. В данном случае можно квалифицировать как беспомощное положение животное, которое спит по факту. Кроме того, если бы это был медведь-шатун, то мы бы видели возле берлоги следы. Защитники животных убеждены, охота велась просто для развлечения. Медведь, который спит, убийство вот таким вот образом, это уголовное преступление. Поэтому, ну если у прокуратуры есть какие-то данные, мы бы хотели с ними ознакомиться. Но с моей точки зрения, там очевидный шаг это возбуждение уголовного дела в отношении губернатора Иркутской области. Охота Сергея Левченко зимой прошлого года здесь не ограничилась добычей медведя. Вот он с товарищами по охоте вынимает из петли кабаргу. А здесь уже позирует, держа в руках добытого ценного соболя. Я этих сюжетов не видел ни разу и не буду смотреть, по большому счёту, потому что я знаю, что там всё законно. И это было дважды проверено Следственным комитетом и было признано, что всё законно. Но уж остальное, это уже те домыслы, которые я комментировать не буду. Сложившуюся такую информационную историю, как крупнейшая природоохранная организация страны, естественно, будем по максимуму использовать. И в части того, чтобы всем охотникам послать сигнал, что законы Российской Федерации никто не отменял. Что касается губернатора Иркутской области, то на видео попала не только его жестокая охота на спящего медведя. На этих кадрах Сергей Левченко обучает своего внука, которому даёт ружьё, чтобы тот застрелил дикого кабана, угодившего в ловушку. Школьник стреляет тоже в упор.